Дорогие, сегодня мы будем говорить об Израиле. Очень много будем рассуждать о роли этого народа в прошлом, в настоящем и в будущем. Какая роль приготовлена Богом Израилю? Мы сегодня живем в очень сложном мире, когда конфликт сменяется конфликтом, когда кризис сменяется кризисом. И практически Израилю очень тяжело жить в этом импульсивном революционном мире. Вокруг Израиля происходят огромные изменения. И в этом измененном мире Израиль должен жить. Но Бог сказал об Израиле, что в тебе благословлятся все народы. Я дословно прочитаю Бытие, 19 главу, 18 стих. И там, когда ангелы пришли к Аврааму для того, чтобы засвидетельствовать ему о том, что будет Содом и Гамором исчезнуть из лица земли, что Божье наказание будет на нем, они пришли и сказали так. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Вот самое главное, что от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем, в этом народе, народы всей земли. Действительно, мы получили благословение уже от Израиля. Почему? Потому что мы имеем Слово Божье от Израиля. Мы имеем Старый Завет от Израиля. Мы имеем даже Новый Завет от Израиля. И Иисус Христос пришел в этот мир и благословил весь мир своим приходом. И настала эра благодати. Это все благодаря израильскому народу. Но когда Бог говорил, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословляются в нем все народы, это не есть окончательное еще благословение мира. Окончательное благословение мира придет тогда, когда восстанет великий и сильный Израиль, который будет править всем миром. И это будет духовный центр и физический центр всего мира. Почему духовный? Потому что на поклонение туда будут сходиться все народы в Иерусалим. Почему физический? Потому что и физический в материальном мире будет благословен весь мир в израильском народе. Сегодня мы видим частицы этого благословения. Почему? Потому что когда мы увидим на финансовый мир, он движется еврейскими финансистами. Последние премии, которые получили, вот недавно нобелевские премии по химии и по физике, получили лица еврейской национальности. 20 новых миллиардеров в нашем мире, 12 из них еврейской национальности, и 4 из них имеют еврейские корни. Мы видим, как Бог уже частично благословляет мир израильским народам. И мы знаем, что это будет еще сильнее. Со времени существования Израиль получил больше нобелевских премий на душу населения, чем какая-либо страна. Лауреатов премии больше, чем в Китае, Мексике, Испании вместе взятыми. Это есть уже частичное благословение всего мира. И еще больше благословится весь мир, когда будет великий Израиль. И когда Иисус Христос разговаривал с своими учениками, они его спрашивали, не в это же время, Господи, Ты восстанавливаешь Израиль, то мы сегодня пришли к этому времени, когда Бог восстанавливает великий Израиль. Какая роль в церкви в этом восстановлении Израиля? Что Бог хочет сегодня от церкви последних дней? Какое участие Он требует от нас? Мы, дорогие, можем сидеть и служить Богу в своих собраниях. Мы можем молиться и благодарить Бога за все, что Он нам посылает. Но Бог уготовил другую роль в церкви. Он уготовил роль молитвенника, Он уготовил роль сторожа на стенах Иерусалима для церкви. И об этом мы хотели сегодня немножко поговорить. И я хотел бы коснуться этой темы более широко, для того, чтобы мы поняли, что Бог хочет от нас в это последнее время, когда Бог восстанавливает Израиля. А какое отношение Бога к Израилю? Как Бог относится к Израилю и относился к Израилю? Вы знаете, для того, чтобы нам узнать сердце Бога, мы можем это узнать только из Библии. Когда мы читаем Библию, нам открывается вся широта Божьего сердца. И Бог по-особенному любит свой народ. Мы все дети Бога. Но Израиль занимает особенное место в сердце Господнем. Вы знаете, Яков имел 12 сыновей, но из всех большее предосположение у него было к Иосифу. Он ему покупал эти цветные одежды. И когда принесли ему известие сыновья, что он растерзан зверями, он практически не ел, не пил. Это был большой стресс для него, потому что он особенно любил этого мальчика. Поэтому и Бог особенно любит, особенно любовью свой народ. Вы знаете, для того, чтобы мы поняли, какая любовь у Бога к этому народу, я бы хотел прочитать место, написанное в Еремии 31 главе 3-м сихом. Там сказано так, «Явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе благоволение мое». Любовью вечную. Я хочу, чтобы вы задумались над этими словами, которые Бог сказал через пророка Еремию. Любовью вечную. Дух Святой недаром выбрал это слово. Бог мог бы охарактеризировать свою любовь великой любовью, или даже космической любовью. Но это бы не было описание той любви, которую Бог имеет к своему народу. Бог и Дух Святой употребил слово «вечную». Вечную. Я еще раз говорю, мы не можем осознать, что такое вечность. Вы знаете, один ученый человек хотел объяснить людям, что такое вечность. И он дал такой пример, что если бы маленькая птичка-воробей захотела бы перенести нашу Землю на Луну, если бы она перенесла ее, а я просто хочу вам сказать, сколько это времени прошло бы, то это было бы только одно мгновение вечности. Я хочу, чтобы вы вслушались в эти цифры. Скорость полета птицы – это 40 километров в час. Расстояние от Земли до Луны – 384 1412 километров. Птичке нужно лететь один год туда и назад. В свой клюв она может брать только 10 грамм, не больше. За 20 лет она перенесет 100 грамм вещества с Земли. За 200 лет она перенесет 1 килограмм. За 200 тысяч лет она перенесет всего одну тонну Земли. За 2 миллиона лет полета туда-сюда беспрерывного она перенесет всего 10 тонн Земли. Это куча песка на вашем бэкьярде. 10-2 миллиона лет. А что говорит за всю Землю? Это практически невозможно нам даже знать, сколько нулей. Я думаю, если бы я вам нули сейчас считал бы, то это бы не вместилось в наш земной разум. И Бог использовал это слово «вечность», «бесконечность» по отношению своей к любви к Израилю. Вот так Господь любит народ свой. Почему я это вам говорю? Для чего я вам эти примеры даю? Для того, чтобы мы проникнулись этой Божьей любовью. Это не ново в Библии, это не ново в Священном Писании. Бог всегда воздвигал в людях эту любовь на протяжении всей библейской истории. Я хотел бы вспомнить Моисея, который так полюбил свой народ. Когда этот народ согрешил, когда этот народ отошел от поклонения вечному Богу, и Бог решил уничтожить этот народ, Он сказал, выпиши меня из твоей вечной книги жизни. Он не сказал жизни, он сказал из твоей книги. Мы знаем, что это книга жизни. Вычеркни меня, выпиши меня, но не уничтожай этот народ. Вот такую любовь Бог дал Моисею по отношению к своему народу. Этот народ, он не был особенным народом для Моисея. Ему не за что было отдавать свою жизнь. Этот народ был строптивый. Это был народ с тугой выию, как говорит Священное Писание. Это был народ предателем, он предал его. Но за это предательство Моисей хотел заплатить своей жизнью. Почему? Потому что Бог вложил в него эту вечную любовь, которую он имеет к своему народу. И эта вечная любовь, она воспылала таким огнем, что он начал спорить с Богом. Он начал говорить, Господи, меня истреби с этой земли. Я не хочу жить, если мой народ не будет жить. Потом мы вспоминаем Даниила, который тоже молился за свой народ, который готов был за то, чтобы сохранить свой народ, он готов тоже был идти на смерть. И заради Господа, заради своего народа. И вы знаете, и в Новом Завете мы видим тоже, Бог зажигает эту любовь в апостола Павла. И он говорит, что ради братьев своих, евреев, я готов быть отлучен от Христа. Это то же самое, что сказал Моисей, только в Новом Завете. Почему? Потому что Бог зажег эту особенную любовь, эту вечную любовь в сердце Павла, и он готов бы отдать свое спасение, свою вечность за этот народ. Почему? Потому что он знал обетование Божье. Он знал, что через этот народ благословятся все народы. И мы сегодня пришли уже к такому времени, когда Бог восстанавливает Израиля. И сегодня Бог хочет, чтобы в нашем сердце зажечь эту любовь, эту великую вечную любовь к своему народу. Не за сослуги какие-то. Нет. Потому что когда любил Моисей этот народ, он не за сослуги его любил. Он просто полюбил его вечной любовью, какую возлюбил Бог. Сердце Моисея и сердце Бога стало одно. Эта волна настроилась на любовь к Божью. И сердце Моисея стало исполнять желания Божьи на этой земле. Как это важно для нас, чтобы сегодня наше сердце одно, стало сердцем Божьим. Чтобы планы Божьи стали планами нашими. И чтобы мы также полюбили этот народ. Это первое, в чем мы должны подвязаться, для того, чтобы начать служить этому народу. И повторяя это, Исайя в 41 главе 9 по 13 стих он говорит так, «Ты, которого я избрал от концов земли, призвал от краеве ее, и сказал тебе, ты раб мой, я избрал тебя и не отверну тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и пострадавлении останутся все, раздраженные против тебя. Будут как никто, и погибнут, попирающиеся с тобой. Будешь искать их, и не найдешь. Враздущие против тебя, борющиеся с тобою, будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Это есть отношение Божье к своему народу. Дорогие христиане, я сегодня, слушающий нашу программу, бывающий на наших собраниях, которые мы устраиваем как молитвенные собрания, как собрания хадатаев, которые стоят на стенах Иерусалима. Станьте одно с Богом. Пусть Божья любовь зажжется в вашем сердце, и вы станете этим хадатаев Нового Завета за народ Божий. Сегодня народ Божий попал в очень сложное положение. Я хочу немножко рассказать вам, что происходит сегодня в мире, и за что нужно молиться, и как нужно стоять за этот народ, и что Бог хочет от нас, христиан последнего времени. Что сегодня происходит там, в Израиле? Вы знаете, что вокруг Израиля в течение последних двух лет произошли большие изменения. Стали такие, как называемые, арабские революции вокруг него. Менялись режимы, менялись президенты, менялись диктаторы, уходили со сцены, но все это было на пользу Израиля. И последние полгода идет противостояние между Ираном и между Израилем. Я хочу сказать вам, почему Иран, почему не Пакистан, почему не Индия, почему не Саудовская Аравия, почему такая вражда сегодня между Ираном и Израилем. Этой вражды не было. Раньше эти два народа жили мирно. Раньше эти два народа существовали и помогали друг другу. Я вам скажу, до 79-го года, до революции, которая произошла в 79-м году, отношения Израиля и Ирана были прекрасные. разведки двух стран обменивались информацией. Были хорошие торговые отношения, независимо от того, что Иран был мусульманской страной. И мы видим из прошлого, когда был Саркир, вот он тоже помогал Израилю, вы помните, он помогал восстановить Израиль, восстановить храм, он помогал в этом Божьем плане. Возвращение Израиля назад, в свою родину. И это тоже заслуга большая иранского народа. И Израиль любит иранский народ. И мы, христиане, тоже их любим. За их многовековую историю, за те ценности, которые принесла иранская нация для мировой цивилизации. Но в последнее время, в 79-м году, пришла к власти одна духовная группа людей, которые захотели изменить все. Что же произошло в Иране? В Иране произошла революция, мусульманская революция. И на смену пришел апокалиптический и мессианский режим. Я расскажу, почему апокалиптический и почему мессианский. Потому что люди, которые пришли к власти, это аят Аллах Амени, они приняли на себя эту негативную роль, негативную энергию. Какую негативную энергию? По нешажению Израиля. Вы знаете, что всегда в истории человечества дьявол находил людей, которые вселяли в их души какие-то недобрые отношения к Израилю и недобрые замыслы. Это было во времена Иисуса Христа, когда Иуда ходил с Иисусом Христом и написано, и вложил дьявол в сердце Иуды предать Иисуса Христа. И вложил дьявол в сердце Гитлера уничтожить этот народ. И вложил дьявол в сердце Хамени уничтожить этот народ. Почему? Потому что по верению шиитов, по вероучению Аяталы Хамени, Израиль не должен существовать на Ближнем Востоке. Его просто нет. У мессианских, своих мессианских в кавычках это, чтобы вы знали, в кавычках, я не говорю, что они мессиане, они считают себя мессианским народом. У мессианских планах должен быть Ближневосточный халифат, над которым управляет Иран. И Иран как бы взял на себя эту энергию восстановить мусульманство как халифат на Ближнем Востоке. И этому мешает маленький Израиль. Израиль играет очень важную роль на Ближнем Востоке. И вот протистояние Ирана и Израиля, оно происходит до сих пор. И поэтому этот режим, он принял на себя эту негативную энергию. И почему он апокалиптический режим? Дело в том, что по учению шиитов на землю должен прийти 12-й невидимый имам Махджи по их нему учению. И этот имам должен прийти во время Третьей мировой войны. То есть Иран взял на себя такую роль, чтобы начать Третью мировую войну. Потому что по их нему учению должен прийти имам Махджи. И он должен спасти весь мир и сделать весь мир мусульманским. Вот поэтому и начинается протистояние между Ираном и Израилем. Израиль не хочет нападать на Иран. Он не хочет иметь вооруженный конфликт, но защищая себя, видя, что когда-то был такой лидер, это Гитлер, который принял на себя эту энергию по уничтожению еврейского народа. И сейчас в мире еще появился один лидер, это Ятала Хамени, который ненавидит этот народ. Что происходит сейчас в отношениях между Ираном и Израилем? Вы знаете, что в последнее время Иран много раз угрожал Израилю стереть его с лица земли. Он не только угрожал словами, он сделал этот адский план по уничтожению Израиля. Каким образом? Он заключил договор с Сирией и с Ливаном и разместил там очень множество ракет, которые начинил химическим и бактериологическим оружием. И в случае войны с Израилем эти ракеты должны упасть на территорию Израиля. Израиль был готов к этому. Но самое главное в чем опасность этого протестстояния, потому что очень близости границ. И Сирия и Ливан они граничат с Израилем. И это не является тысячей километров, это десятки километров, это сотни километров разделяют границы, потому что все скучно там. И полет ракеты из Сирии до Израиля он всего 3-4 минуты. И за это время очень трудно среагировать против воздушной обороны. И мы знаем, что в своем плане они настроили очень много ракет, около 100 тысяч. И эти ракеты, когда начали обстреливать территорию Израиля, если бы начали, то никакая израильская противовоздушная оборота не выдержала. И все-таки попадали бы ракеты с химическим и материальным оружием. Это все сделал Иран. И после этого он хотел еще обстреливать Израиль своими ракетами дальнего расстояния, которые у него сейчас имеются, до полторы тысячи километров, которые накрывают уже Европу и Израиль. И видя это, мы, верующие люди, начали молиться за Израиль. Два года в Сакраменто проходит такой марафон, такое рвение для того, чтобы встать на стены Иерусалима и стать ходателем за этот народ. И мы действительно молились, и мы действительно много раз делали специальные собрания, на которых мы молились и всех призывали молиться за Израиль. Вы знаете, что происходит сейчас, именно сейчас? Вы знаете, что Сирия, она отпала от иранского плана. Сирия согласилась отдать химические заряды и отказаться от химического и бутылческого оружия. И Иран, видя это, что он не может больше угрожать Израилю через Сирию, через ее химическое оружие, он пошел на Папитую. Почему на Папитую? Он начал говорить о мире. Он начал говорить за то, чтобы начать переговоры по устранению своей ядерной программы. Но в то же самое время он уже обогатил очень много урана, которого почти достаточно для одной бомбы. И видя это, Израиль просто призывает всех людей молиться за него. Почему? Потому что Иран сегодня применяя лесть хочет просто оттянуть время для того, чтобы сделать атомную бомбу и применить ее к Израилю. Сегодня президент Рухани выступая на сессии ООН он начал предлагать мирное урегулирование иранского вопроса. Но перед этим буквально за три дня он принимал парад в Тегеране буквально за три дня до выступления в ООН и где были показаны современные ракеты Ирана на которых было написано смерть Израилю и Израилю нет места на Ближнем Востоке. Нет места. У Ирана для Израиля нет места. И они до этих пор до последнего времени отрицали Холокост. Они говорили что человечеству нужно избавиться от этой раковой опухоли Израиля. Нужно вырезать ее прямым образом сделать операцию военную и вырезать эту опухоль. Поэтому Израиль должен защищаться. Израиль не верит словам Хамени. Он сказал так Натанягу сказал так давайте покажите на деле что вы хотите мира. Отдайте свой обощенный уран закройте свои заводы и тогда мы на деле увидим что вы любите мир и хотите мира. Вы знаете что Слово Божье говорит Исаия говорит так вот будут вооружаться против тебя но не от меня кто бы не вооружался против тебя падет вот я сотворил кузнеца который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела я творю губителя для истребления ни одно оружие сделано против тебя не будет успешно и всякий язык который будет созвязаться с тобой на суде ты обвинишь это есть наследие рабов Господа оправдание их от меня говорит Господь Господь сам стоит за Израиля Господь сам знает свой план и он сердце Господне но что сделаем мы верующие последних дней Израиль сегодня оказался в одиночестве видя мирную инициативу Америка и Европа поверили рухани и хотят ослабить санкции вокруг Ирана а Иран только ждет этого он не останавливает свои центрофуги он хитростью дипломатии хочет выиграть время а тогда будет уже поздно но Бог сказал что будут вооружаться но не от меня всякое оружие сделано против тебя будет безуспешно дорогие и сегодня воззвание к церкви Господа Иисуса Христа всем верующим станьте в проломе за этот народ начните молиться как молился когда-то Даниил он вставал утром открывал двери в сторону Иерусалима и молился за грехи свои за грехи народа и был ходатаем перед Богом Всевышний за этот народ делайте так как делал Моисей любя этот народ молитесь за него как молился апостол Павел стойте за этот народ в это тяжелое время Бог предвидел это Бог предвидел эту тяжелую ситуацию для Израиля что сегодня Израиль кинут весь мир он остался один но у него остались верные друзья это верующие христиане которые могут изменить все в духовном мире все сначала делается в духовном мире идет война духовная в духовном мире за этот народ за будущее Израиля и в этой духовной войне мы как Данилы последних дней должны открывать двери в сторону Иерусалива и на коленях умолять Господа за этот народ умолять чтобы Господь изменил ситуацию на Ближнем Востоке умолять чтобы Иран никогда никогда не возобладал ядерным оружием потому что они вооружаются не от Бога они хотят нарушить план Божий как когда-то делал дьявол и в эти дни во времена фараона во времена Эсфири они хотят сегодня уничтожить этот народ и этот план живет в этом их сердце но мы сегодня должны стать этим оружием стать этой армией которая грозна как полки со знаменами Соломон предвидел эту ситуацию Соломон предвидел что Израиль попадет в такую ситуацию Соломон предвидел что все кинут Израиля кроме христиан и Соломон предвидел что будет эта сила которая грозна как полки со знаменами и в 6 главе В 10 стихе он говорит так, кто это, блистающая, как заря, светла, как солнце, прекрасная, как луна, и грозна, как полки со знаменами. Это верующие люди, вы, дорогие, стоящие за Израиля. Вот это армия с полками и знаменами. И в другом месте, в 3 стихе, в той же главе он говорит, кто это, прекрасная, как фирца, любезная, как Иерусалим. И грозна, как полки со знаменами. Почему как фирца? Почему как Иерусалим? Потому что церковь последних дней, откровение Божие, она станет одним сердцем с Богом. В нее вольется эта вечная любовь, которая у Бога в сердце, к этому народу. Мы любим этот народ той любовью, которую полюбил его Господь. Он сказал, что вечную любовью я возлюбил тебя, Израиль. И он хочет эту вечную любовь передать вам, дорогие слушатели, те, которые смотрят нас по телевизору. Дорогие, я просто взываю к вашему сердцу. Станьте одним сердцем с Богом и начните молиться за Израиль. Начните молиться, благословляйте этот народ. Станьте этой армией с полками и знаменами, которая грозная до дьявола, который вложил в сердце хамени, иранских лидеров уничтожить Израиль. Они не знают, что Бог поднимает своих людей по всему лицу земли и ставит на стены Иерусалима. И эта армия, она непобедима. Она действительно изменит ситуацию на Ближнем Востоке. Я верю в это. И Исаия пророчествует о последних днях. На стенах твоих Иерусалим я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Дорогие, это время сторожей. Это время ходатай за народ Божий. Оно, время очень коротко. Мы приходим к большим изменениям в мире и в экономическом, и в политическом, и в экологической сфере. Мы приходим к большим изменениям. Но церковь, когда мы начали эту передачу, я говорил вам о роли церкви последнего времени. Роль церкви, это армия с полками и знаменами, страшная для дьявола. И роль церкви, это сторожа, которые встанут на стены Иерусалима. И Исаия говорит дальше, не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь. Доколе не взойдет, как свет, правда его, и спасение ее, как горящий светильник. До каких времени сторожа должны молиться? Пока не взойдет свет, пока не придет Иисус Христос. Иисус Христос, это истинный царь, и сделает этот мир совершенным. И сделает настоящий мир на земле, потому что придет царь мира. Дорогие, это время ближится. Я еще раз вас призываю. Встаньте на стенах Иерусалима, на Украине, в Белоруссии, в Италии, где вы нас видите и слышите. Пусть Господь проговорит вам через эту программу, через телевидение. И зажжет у вас этот вечный Божий огонь в вашем сердце. Огонь любви к Божьему народу. Станьте ходателем Нового Завета. Станьте участниками мировых событий. Молитесь за Израиль. Аминь. Итак, Алекс, это был прекрасный обзор, было прекрасное воззвание. Все, что я верю, что нам с вами требуется, это действительно иметь этот огонь, иметь эту любовь, иметь эту молитву и духовное стояние. Я верю, что твое искренное обращение, такое живое обращение, такое в таком хорошем харизматическом ключе, оно коснулось очень многих из зрителей. Воззвание было к месту и было вовремя. Почему, друзья, мы можем молиться и мы будем молиться в нескольких направлениях, чтобы Бог выявил и вскрыл, выявил лукавые замыслы тех, которые все-таки хитростью стараются заполучить атомную бомбу, водородную бомбу. То есть, чтобы вскрыто было вот эти грязные мотивы, чтобы не ослеплены были члены 6 плюс 1. Вот это самое основное. Почему? Потому что там разные люди заседают, но мы, как христиане, мы, как церковь, мы-то прекрасно знаем, откуда дует ветер. Нам даны возможность и право, и нам даны реалии иметь открытые духовные глаза. Поэтому это будет молитва. Последнее слово, Роман, мы приступим к молитве. Опять-таки, хотим напомнить о том, чтобы мы сейчас будем молиться о том, чтобы переговоры пошли по Божьему плану. Переговоры, которые были 7-8 числа в Женеве. И также молиться, чтобы все-таки Иран, который стремится к созданию ядерной бомбы, никогда не возобладал этой ядерной бомбой. И что здорово, что было совершено вот с этого места, через эти камеры, было совершено ряд молитв в преддверии сирийского конфликта. И Бог чудесным образом вышел в встречу. Почему? Представьте себе, многомиллионная армия последователей Иисуса Христа не только в Америке, но также на европейском континенте присоединилась. И действительно было вмешательство неба в это. И оно так и будет. Мы верим, что за всем этим стоит Бог, что Бог наблюдает за своим народом, Бог любил свой народ. Он не перестал любить свой народ, даже тех, которые отвергли его. Мы верим, что придет время, они примут Мессию. Хотелось бы, чтобы они приняли Мессию, прежде чем они примут Антихриста, конечно, нам бы очень хотелось. Но тем не менее, церковь жива. И церковь имеет это мощное орудие, инструмент, названный молитвой. И в этом духовном мире, в духовном мире, прежде чем оно все материализуется на заседании 6 плюс 1, оно должно в духовном мире принести свои результаты. Затем все остальное материализуется. Поэтому мы соединимся сейчас в молитву. Мы здесь с братьями, вы там, служители, пастыри. И встаньте вместе в этом благом, великом деле. Вы видите, как эти братья искренне взяли это служение. И делают это каждый месяц на протяжении месяца. Целый год будут делать. Для чего? Для того, чтобы действительно небо было наполнено молитвами о Израиле. О избранном Божьем народе. Господи, мы благодарны Тебе. Действительно велика верность Твоя к Твоему народу. Мы благодарим Тебя, что мы можем быть частью этого движения Духа Святого. Аминь. Посредством молитвы. Ты, Боже, делаешь невидимые, но реальные операции. Боже, и Твоя десница, она неоднократно останавливала руку этого Амана, который уже был занесшийся над израильским народом. Над тем, Господи, за чем Ты внимательно наблюдаешь. Поэтому благослови, Господи. Да будет ограда и защита Твоего неба. 7-8 ноября мы молимся особо за эти даты. Особо за эти даты. Господи, чтобы были ответы от Тебя. Чтобы, Господи, ответ был тот, который запланирован на высотах Твоего неба. Господи, не те хитрости, не те всякие лукавости, не те всякие кривые пути, которыми хочет Иран использовать для того, чтобы повредить, уничтожить, для того, чтобы наследить, для того, чтобы заполучить эту ядерную бомбу, Господи. Но все, что запланировано на высотах Твоего неба, да усовершится, да состоится, да произойдет. Пусть придет замешательство в стан врага. Во имя Иисуса Христа. Пусть придут Твои ответы. Да будет защищен Иерусалим. И не делим. Господи, этот вечный город, на котором наречено Твое великое святое имя. Да будет защищен израильский народ. Пусть будут защищены границы, Господь. Боже, пусть не будет ни потерь, ни смертей, ни катастроф, ни войн. Во имя Иисуса. И мы как церковь, как голубица, как невеста Твоя, мы соединяемся в молитве, в единстве Духа и в союзе мира, стоя в проломе за Твой народ, стоя в проломе за Израиль, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты побуждаешь моих братьев, моих друзей, те, которые искренне приняли это служение, это видение, и стоят в этом. Поэтому будь благословен, Господи, через все следующие программы. Господи, мы в согласии, чтобы действительно, Боже, Твой мир и благоденствие в чертогах Иерусалима торжествовало во имя Иисуса Христа от одного континента до другого континента во всех штатах и городах и районах Америки, во всех республиках, во всех странах на европейском континенте. Боже, пусть звучит Твой голос сегодня. Пусть это воззвание касается многих и многих людей, многих и многих братиков и сестричек, кому не безразлична судьба Твоего народа в Израиле, в Иерусалиме, во имя Иисуса Христа. Тебе, Богу великому и славному, да будет слава во веки веков. Аминь. Аминь. Друзья, еще раз, Алекс, Роман, спасибо. Так и продолжайте в том же духе, в том же настроении, в том же ключе, в той же плоскости, что Израиль это Божий народ. Иерусалим, святой город его. Оставайтесь с нами на импакте. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословены.